А здрасте, а мы продолжаем зеленую долину, и сегодня, друзья, нас ждет полный трэш. Первое, друзья, наше шестнадцатое поле, на нем растет кукурузка, и эту кукурузку надо собрать на силос, отвезти на ферментатор, и получим, в общем-то, силос, который потом будем продавать. На седьмом поле, у нас тоже растет кукурузка, и в принципе, для тех же самых вещей, только здесь она еще не до конца созрела, но вроде как на такой степени созревания ее уже можно собирать. В любом случае, это поле мы будем убирать последним, поэтому это все не очень важно. Тут где-то местами созрело, где-то местами нет, видимо, солнце так падало, что где-то она созревшая стала. Ну, ничего страшного, в общем-то, тут тоже все понятно. А также, друзья, у нас есть 22-е поле, которое мы тоже засеяли гребаной кукурузкой, и, соответственно, отсюда тоже придется все это перевести на ферментатор, все это дело убрать. Вот он, кстати, наш ферментатор, он находится рядом с 22-м полем, здесь близко будет ездить. И в прошлый раз мы собрали отсюда 238 кубов травы, которые, соответственно, переработались у нас в силос. Этот силос нужно продать, именно с этого мы, наверное, и начнем. Также, друзья, нам надо будет сегодня немножко техники прикупить для перевозок, прицепчик, может быть, грузовичок возьмем, в общем-то, будем смотреть. Также, друзья, у нас закончился второй этап, точнее, вторая треть первого этапа по строительству нашей плотины. И здесь вон 10 валеронов стоят, собираются уехать домой, ждут, пока мы их отсюда заберем. Соответственно, надо будет нам их отсюда забрать и привезти другую партию рабочих. Вон там у нас газон стоит для всех этих дел. Возможно, придется привезти сюда инструментов, потому что, по сути дела, их должно было остаться 33%, а не 22. В общем-то, это, если что, мы подправим без проблем. Давайте начинать тогда. Первое, друзья, что я хочу купить, это прицеп, который у нас уже есть, ПТС-11, но в нем можно изменить конфигурацию и, соответственно, сделать его, ну, типа, силосным, что ли. В него можно будет грузить траву, сечку, там, солома, силос, всякое такое, но он больше по вместимости. Единственное, давайте его перекрасим, и тут небольшой выбор цветов. А и хрен с ним, пускай остается серым. Короче, это чудо техники мы покупаем. А также, друзья, мы купим еще одного зелка. У него преимущество в том, что он будет очень быстро ездить. Бункер у него 11 кубов получается, не так много, но он ездит быстро. В общем-то, его мы тоже берем. Если что, можно будет потом снять с него эти силосные нашивки и использовать его для перевозки чего-нибудь другого. Так что 29 тысяч мы отчехлили на новую технику. И все это дело нужно перегнать на 22 поле. Ах да, друзья, я ж чуть не забыл, кто опять посыпется комментарий, откуда у тебя бабло. Я ж опять немножко контрактиков поделал за кадром. И, в общем-то, урожай мы продали. Я вот не помню, к какому это относится. Но, наверное, к сегодняшнему дню, который на данный момент есть, 329 тысяч. Это свекла и картошка, излишки. И 128 тысяч, это там овес, рожь, тоже излишки были. И вот они, 5 контрактов. Поле номер 2. Там была свеколка. Или картошечка, да, картошечка. На 8 поле вот свеколка была. Еще 10 канола, 9 овес и 21 пшеница. В общем-то, я вот эти поля убрал. Соответственно, можно собрать все эти контракты. И теперь у нас 546 тысяч. Представляете, как замечательно. И сейчас мы еще будем зарабатывать бабло на силосе. В общем-то, вот он наш прицеп, вот он наш трактор. Соответственно, залазим в него. Грузим сюда силос 20 кубов. И едем это все дело продавать. Во, нормально, кстати, довольно быстро засыпается. Это неплохо. Друзья, как я уже говорил, продавать его можно здесь в двух местах. Точнее, высыпать его можно в двух местах. Первое место это на переработку газа в баллонах, который будет вот здесь появляться. Как я уже в прошлой серии говорил, я не знаю, нужен ли где-то, кроме как на продажу этот газ в баллонах. Раньше был нужен, сейчас не знаю. И второй бункер, это будет на продажу. И, соответственно, еще и... Он, кстати, тоже на глобале сделан. БГА. Сюда вообще много всего можно засыпать. И вместимость всего 500 кубов. А какая скорость, хрен его знает. Сюда вообще много чего можно засыпать. Эвана как? Ладно, сейчас засыпем и посмотрим. Очень замечательно. Здесь это все дело выгружается у нас. Пошло наполнение сырье. Да, перерабатывается здесь все. Скорость переработки 30 тысяч литров в час. Охренетительно, люди. Это реально здорово. Эй, мне это нравится. А, сырья 50 кубов всего лишь можно. Вот это уже не очень хорошо. Это мне не очень нравится. У меня появилось очень большое желание это все дело подправить. И сделать хотя бы кубов 500. Очень хороший вопрос, будет ли оно все это продаваться здесь. Если это на... Хотя должно. Ладно, давайте еще один прицепт тогда высыпем вручную. Чего уж поделать-то. Ну, как-то так. 5000 литров дегиста тоже появилось. Чего-то немножко переработалось. Вопрос, что по баблу. Ну, вот доходы от недвижимости есть. Кстати, да. 21. Это, видимо, у нас продается тот поддон, который мы на рынке решили закинуть. Мне кажется, там ценник хороший будет за все это дело. Посмотрим еще сегодняшний. Но он полностью продался уже за сутки. Может быть, имеет смысл сюда это все дело возить? Контейнеры. 2700 вместимость. Как-то вообще неправильное число. Короткие доски много влазят. Длинных досок много влазит. Угля много влазит. И гравия. Газ в баллонах. Вот сюда можно будет продавать его. Все остальное, видите, немного влазит. Палеты 7200. Понятно все. Может быть, конечно, имеет смысл. Но для этого эту карьеру надо проходить не на запись, а так или же только на стримах. Если пилить серии, то не получится. Ладно. Хорошо. Мы этого трактора тогда оставляем. Будем за этим делом сейчас следить. И будем следить за балансом. Придет ли какой-нибудь доход от БГА нам в итоге. Или нет. Вообще, ночью продается все это дело. Если брать БГА, который идет, ну, дефолтным в игре, скажем так. Но как оно будет работать, а хрен его знает. Ладно. Тогда у нас вот этот парниша сейчас будет работать с нашим комбайном. И чего я перед записью не сделал, я не пригнал сюда жадку. Сейчас придется ехать ее менять. Вот я нехорошо сделал. Ну, вы же знаете, что есть видеомонтаж. Все дела. Ну, и, в общем-то, в течение просто секунды у нас сменилась жадка. И два валерона, точнее девица одна какая-то и другой валерон, поехали работать на этом поле. Довольно-таки шумно все это работает. Как показала практика, вроде как они с этой задачей вполне нормально справляются. Единственное, что мы хотели в прошлый раз посмотреть, это насколько больше будет сечки. И действительно будет ее больше или нет. Поэтому нужно сейчас нам посмотреть, сколько у нас тут силоса. А его, ну, условно, 200 кубов. И когда они закончат убирать это поле, то мы, соответственно, посмотрим, сколько будет сечки и силоса лежать у нас в ферментаторе. Ну, знаете, довольно быстро наполняется. Уже 7 кубов они тут проехали понты. В общем-то, мы все это дело посмотрим, сравним, и тогда уже будем знать, что выгоднее заморочиться, пахать поле, удобрять его и сеять сюда, тратить семена и сеять, соответственно, кукурузу. Или же один раз засеять траву и просто ее потом косить постоянно. В теории, конечно, должно больше быть сечки с кукурузой, потому что посмотрите, сколько кукурузы, насколько она выше. Но это все в теории. Здесь у нас, кстати, все работает и, по сути дела, один прицеп уже почти переработался. Уже есть 3% дегистата. Что с дегистатом делать, я, честно говоря, пока что еще не придумал. Здесь тоже все гудит, все шуршит. Но пока эту фигню трогать не будем, посмотрим, будет ли бабло, придет ли нам от БГА. Ну, и там уже будем, в общем-то, смотреть. А его тут прямо аж с горкой грузит, я смотрю. Блин, шумно так дон работает. Я его, кстати, заправил. Хорошо, что надо было ехать жатку менять, потому что топляка в нем вообще не было почти. Ну, все, погнал разгружаться. Должны будут, в общем-то, они работать. Тут тоже деваха сидит. Отлично. Если у нас здесь будет прям совсем до хрена сечки, то с двух других полей мы эту кукурузу без проблем уберем на зерно, потому что у нас есть комбайн и жатка для него. Так что никаких проблем я, в общем-то, в этом не вижу. Ну, друзья, у нас пока есть время, мы давайте-ка... Боже, какой-то громкий. Давайте заберем наших горе-работников, отвезем их на остановку, заодно заберем новых и заедем на заправку. Ну, и там будем смотреть по инструментам. Если вдруг что-то не хватает, пацаны запрыгивают и будем смотреть, короче. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот и все. Выгружаемся и опять работа у нас пошла. Эти пацаны еще 12 часов могут трудиться. В общем-то, еще одна смена. Мы, разумеется, газона тоже оставляем здесь, чтобы потом пацанов закинуть домой без проблем. А то они устанут, наверное. А следующий этап я уже не знаю, когда мы продолжим, потому что много чего надо сюда привезти. Там и песок, цемент, гравий. Короче, дохрена всего. Мы пока ничего из этого не можем добывать. У нас еще нет карьера. Карьера я планирую покупать в следующей серии. Ну, и запускать, соответственно, его тоже в следующей серии. К тому времени, я надеюсь, мы подсобираем денег. У нас и на силосе должно там что-то получиться. Я очень надеюсь. Кстати, насчет силоса, есть у нас продажа силоса у перекупщика животных по 372 евро. Если, в общем-то, не проканает, будем тогда продавать ему. Как-то так. И, друзья, пока у нас убирается поле, я решил заняться коровником. Кстати, откуда-то прилетело 20 тысяч евриков. И все это забилось у нас в доходы от недвижимости. Я не знаю, это у нас поддон продавался до сих пор, оттуда прилетело. Или все-таки с БГ закончилась там переработка. Но 20 тысяч нам прилетело. А, в общем-то, закончится уборка поля. Мы туда еще отвезем и еще раз замерим. Поле убираться будет очень долго. И, судя по всему, сечки там будет прям дохренища. И, возможно, придется на зерно убирать оставшиеся два поля. Но пока я их не трогаю. Хотя можно было бы поставить в работу. Надо просто посмотреть, что получится с 22-го. Ладно, это все такое. Пока есть время. Свободный трактор. Я хочу заняться нашим кормосмесителем и коровником. Потому что на корме смесителей нету силоса. Ну и можно подсыпать травы и соломы. А также освободим сейчас смеситель. Все это мы на смесь высыпем коровок. Высыпем коровок. Боже мой. В коровник, короче, высыпем. И давайте начнем именно с этого. Итак, друзья, кормосмеситель мы с вами заполнили. Теперь мы на смесь у них, скажем так, на зеленом уровне. Через пару дней, кстати, у нас появится новая коровка. Если верить вот этой графе до приплода. Ну и не через пару дней, а через 10. Остальное у нас все у коровок замечательно. Всего хватает. Но правда мы им только моносмесь должны давать. Все остальное у нас специально обученные люди делают. И поэтому давайте забьем кормосмеситель. Сюда нужно немножко соломки. Немножко травы. И дохрена силоса. С силосом, кстати, у нас проблемы. Его надо грузить погрузчиком из силосной ямы. И у нас есть ковш на 800 литров. И это довольно-таки маленький ковш, я вам скажу. Что мне из-за этого очень хочется купить вот такую вот штуку. Мы ее уже пользовались. На базе HTZ 150 сделан вот такой вот погрузчик. 26 тысяч он стоит. И у него ковш в три раза больше. Четыре ковша закинул. И вот тебе прицеп набит. Давайте действительно его купим. Прилетели же там эти 20 тысяч. В общем-то, почему бы и нет. Ну и тогда сейчас в мгновение ока я телепортирую его сюда. Ну и что, дружище, добро пожаловать в нашу семью, на наш колхоз. Вот такой вот замечательный погрузчик. Не очень мне нравится то, что сочлененная рама вот эта ломающаяся. Но в целом будет он у нас работать. Соответственно, мы в него залазим. И можно вот так вот развернуться, дабы удобнее было работать. А то, знаете ли, задним ходом это такое себе. В общем-то, грузим это все дело в прицеп. Друзья, я вам говорил, что я пожалею еще об этом. То, что решил силосную яму сделать. То, что придется ее погрузчикам грузить. То, что это всего лишь на моносмесь. Так вот, я уже об этом жалею. Но, в общем-то, уже ничего не поделаешь. Как говорится, слово свое надо держать. Поехали высыпем это все дело на наш карносмеситель. Так, ну что, продолжаем. Я, в общем-то, полностью его забивать подумал, что не буду. Потому что это такая работа, которую хорошо будет делать именно на стриме. Поэтому мы еще один прицеп сейчас загрузим. Остальное все продолжим делать именно на стриме. Так, с этого пацана. Мы тогда оставляем здесь. Садимся в нашу МТЗшку. И погнали. Все это дело отвезем на карносмеситель. Еще раз. Ну что ж, я отлично. Теперь ждем, пока уберется 22-ое поле. Здесь у нас, кстати, убрано чуть больше, чем треть поля. И силоса, точнее сечки, получилось уже столько же, сколько и травы в прошлый раз. То есть уже здесь 250 кубов высыпано. И сейчас будет еще 20. Так что да, профита намного больше. Убрано примерно треть, чуть больше. Если глянуть на карту, то вот так вот. Ну это примерно. Так что кукуруза это хорошо. Ну и кстати, уже можно предположить, что если убрано опять-таки треть, то всего получается около 70, точнее не 70, а 750 кубов. Что в принципе полностью забивает наш ферментатор. И раз у нас такое дело, то наверное давайте мы поставим работать комбайн, который будет собирать с других полей кукурузу на зерно. И тут у нас, друзья, все как обычно. Мы запускаем Валерона на роторе. И соответственно будет у нас ездить МТЗшка. Правда на этот раз уже синяя наша МТЗшка. Надеюсь она будет нормально. Валера не будет жаловаться как на 102-го, который у нас изначально был. Там было все плохо. Этот, надеюсь, будет работать вполне себе нормально. И они вдвоем сейчас без проблем уберут это поле. И будет у нас также зерно кукурузы. Если я ошибся в расчетах, в своих, по поводу силоса с объемом ферментатора или нет, то у нас есть еще одно поле, которое можно будет без проблем убрать насечку. Просто это уже точно будет лишним. В общем-то будем смотреть. В общем-то, друзья, на этом я предлагаю закончить эту серию. Все эти уборки, которые я не успею сейчас сделать, поскольку время уже детское закончилось, мне пора спадке. Я доделаю за кадром и скорее всего что-нибудь попадет на стрим. Тоже стримец, наверное, мы проведем по Зеленой долине. Давненько их не было. А о конкретных числах уже, чего у нас где, сколько получилось, я вам расскажу в следующей серии. Также на стриме надо будет коровками заняться этот силос гребаный, погрузить, попродавать. Кстати, еще немножко денег нам пришло, поэтому вот, все у нас неплохо. И аж тогда, друзья, на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить стримы. Нажимайте на колокольчик, чтобы самыми первыми смотреть новые серии. Я, кстати, недавно залез в аналитику и посмотрел, что реально 64% людей смотрят без подписки. Все, в принципе, об этом говорят, и это на большинство каналах. На большинстве каналов такая, не знаю, проблема это или нет. С одной стороны смотрят и смотрят, какая нахрен разница. С другой стороны, чем больше подписчиков, тем душе приятнее. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал. Второй раз уже об этом говорю. Конечно же, не забываем про лосики, потому что подготовить эту серию заняло очень много времени. И закадровых работ тоже будет прям очень много. В следующий раз мы приобретем карьер. Посмотрим еще, что у нас по деньгам, по продаже силоса будет. И как это оптимизировать, эту продажу. Может быть, я обнаглею и увеличу бункер просто там, и будем туда сразу все засыпать. Посмотрим. В любом случае, будет весело. Мы же любим веселье. Правильно, мы любим веселье. Конечно же, комментики. Не забывайте писать все, что вы думаете по поводу нашего развития, вашей идеи. Всем, друзья, спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok